Хорошо, значит, мы остановились с вами на таком не очень понятном фрагменте. Сталмут продолжает выяснять, что там сказано в Мишне, да, и почему сказано именно так, а не эдак. Ну и мы остановились на выяснении того, почему сказано «тремя путями приобретается», то есть «тремя путями приобретается» и «двумя путями приобретает себя». И вот когда речь зашла о этих двух путях по поводу того, каким она образом приобретает себя, про три пути, которыми она приобретается, мы вроде бы поговорили, да, там говорилось о том, что Хупа может быть исключена тем самым, или Халифин, то есть приобретение с помощью замены, это, может быть, исключается. И мы с вами прочитали и по поводу того, как она приобретает себя. Приобретает себя тоже сказано двумя путями, что это исключает. Исключает нам, сказали, что это исключает Халицу. Ну, собственно, мы на этом остановились, мы прочитали этот фрагмент, да, и Талмуд предлагает довольно странную, странный силогизм Кальва Хоммер, знаменитый, да, это один из методов толкования Торы, от простого к сложному, или от легкого к более тяжелому. И Талмуд нам предложил такое дело, да, то есть, что, по-видимому, когда говорится о двух путях приобретения, то исключается Халица, Халица, то есть снятие ботинка. Снятие ботинка, мы тоже в прошлый раз уже говорили, снятие ботинка – это освобождение женщины от либератного брака. И получается, что вроде бы здесь, ну, из общих соображений таких простых, да, мы бы, наверное, навряд ли подумали, что каким-то образом женщина может освободиться, вдруг сняв ботинок со своего мужа. А Талмуд именно это нам предлагает, такую странную историю. Он говорит так, я читаю здесь, да, что ты можешь подумать, тебе может включить в голову, тебе может следующее, что вот эта женщина, которая должна выйти замуж за брата умершего мужа, и в таком случае она получает специальный статус и называется на Ивама, он называется Ивам, а она называется Ивама. И вот Талмуд говорит, что ты мог бы подумать, что если уж Ивама, которая не может освободиться с помощью разводного письма, где-то, она, тем не менее, с помощью вот этого сандалия, ботинка, она освобождается, то тем более та женщина, которая выходит, обычная женщина, может развестись со своим мужем, в смысле, он может ее, точнее, так сказать, прогнать, да, с помощью разводного письма. И коль скоро эта женщина с помощью разводного письма разводится, то тем более она может развестись с помощью холицин. Это вот этот самый силогизм, да, который Талмуд строит, и который является очень странным. Вроде бы, как мы и говорили в прошлый раз, да, вот это самое освобождение с помощью ботинка, оно касается только вот этого конкретного эпизода, эпизода или случая, да, когда речь идет о либератном браке. Что лежит в подтексте вот этого странного силогизма, о котором мы бы, может быть, и не подумали, а Талмуд нас как бы заставляет подумать? То есть я мог бы подумать следующее, что на самом деле, ну, судя по тому, как строит этот Талмуд, да, то есть я мог бы подумать, что разводное письмо, но в каком-то смысле является чем-то более слабым, чем вот это самое снятие ботинка. И тогда, в общем, можно было бы сказать действительно, что вот эта женщина, обычная женщина, разводное письмо может получить, другая женщина не может получить разводное письмо, это та, которая должна выйти за брата. И тем не менее, та, которая не может получить разводное письмо, она может развестись с помощью вот этого способа, способа, который называется халица. И если этот способ халица является более как бы сильным, ну, условно, в кавычках, да, тогда получается, что та, которая выходит с помощью гета, которая как бы более слаба, тем более должна выйти с помощью, иметь возможность выйти с помощью вот этого самого способа, который называется халица. Что возникает? Возникает, на самом деле, некоторая путаница, да, то есть возникает некое отождествление мужа с вот этим самым ябамом, да, то есть в каком-то смысле получается, что любой муж, он в какой-то степени, мы могли бы подумать, да, то есть это отвергается, сама эта мысль отвергается, но такая мысль, поскольку она предлагается, то нам как бы следует ее продумать до конца, да, почему она, собственно говоря, предлагается. То есть я мог бы считать, получается так, да, если я принимаю это не просто как за формальную какую-то отмазку тому, да, как некое серьезное утверждение, то я мог бы предполагать тогда, что вообще-то говоря, либератный брак является не исключением, а в каком смысле правил? В каком смысле? Ну, естественно, в переносном смысле правил, да, то есть по сути дела получается, что любая женщина, которую мужчина берет в жены, это женщина, у которой как бы был муж.